Помните, был термин такой года три назад? Метавселенная. Практически идеальное воплощение фантазии из антиутопической научной фантастики, которая молниеносно скатилась в просто фановый и оверхайпнутый шум, который раздули крупные технологические компании в надежде то ли геймифицировать свой продукт, то ли совершить революцию под избитыми флагами. Многие фокусировались на VR, на блокчейне. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Как только не старались быть на волне. Только вот у пользователей запроса такого, кажется, не было. Зато он был у другой аудитории, у геймеров. Сами посудите, какую онлайн игру или ММО не возьми, в ней всегда найдутся истории о том, как люди живут в ней вторую жизнь. Через них знакомятся, находят работу, создают семьи и заводят самых верных друзей. Только вот жить эту вторую жизнь и получать при этом удовольствие от игры в череде многих лет могут позволить игрокам лишь единицы проектов. И как мне кажется сейчас, в декабре 2023 года стало очевидно, что первой игрой, которой удалось стать полноценной метавселенной, стала Fortnite от Epic Games. Как так вышло? Какие наши доказательства? Планировали ли в Epic Games создать нечто подобное изначально, или это просто удачное стечение обстоятельств? Вот об этом и поговорим в сегодняшнем видео. Сложно отрицать влияние Fortnite на современное поколение. С ее-то четырьмя сотнями миллионов зарегистрированных игроков. На протяжении многих лет игра расширяла свою сеть сделок для коллабораций. И сегодня кажется, что в Fortnite есть практически все. Это и иконы поп-культуры, такие как вселенная Marvel, Star Wars, Dragon Ball или Атака Титанов. И реальные знаменитости, такие как Eminem, Weekend, Риана Гранде и так далее по списку. Помимо сотен отсылок к поп-культуре, в Fortnite появились коллекции от дизайнерских брендов, популярная куртка Монкле, экипировка Ральф Лоурен и наряды от Баленсиаго. Это все реплики ценных предметов реального мира. Они добавляют еще один слой к важной концепции метавселенной. Виртуальной личности, отражающей вашу реальную жизнь. Первым примером выхода Fortnite за пределы игры, как мы знаем, стал виртуальный концерт Трэвиса Скотта в 2020 году, на котором собралось более 27 миллионов игроков. Масштабный успех этого мероприятия заставил Epic Games изучить спрос, и теперь этот концерт стал главным примером для других проектов, когда речь заходит о живых ивентах внутри игры. После этого погнали и другие концерты, премьеры трейлера к фильмам внутри игры и так далее. Fortnite также одной из первых продемонстрировала потенциал кроссплатформенных возможностей. Игра доступна бесплатно на Xbox, PlayStation, Nintendo, Switch и ПК. Закроем тут глаза на то, что после некоторой выходки Epic'ов, игра стала недоступна на устройствах Apple, которые сейчас нормально так шагают навстречу играм. Эта кроссплатформенность и помогает продвигать идею бесшовного игрового опыта на разных платформах и устройствах, что является важной целью метавселенной. Вы можете запустить игру на мобильном устройстве или на стационарном. И в том и в другом случае, девайс будет вашим терминалом подключения к этой матрице. И конечно, вся эта магия не возникла на ровном месте в одночасье. И если бы сейчас на сцену какого-нибудь ивента вышла даже самая крупная студия и заявила нам о том, что они представляют свой очередной метамир, ну, мы бы скорее всего пожали плечами и такие, ну да, что-то амбициозное, но кто в это поверит? Какое-то величие, какая-то хуйня, мне вообще они не интересны. Вспомним тот момент, когда Epic Games впервые поделились своей дерзкой идеей. Когда они решили превратить Fortnite не просто в игру, а в уникальное место для всех игроков. Место, где каждый игрок может погрузиться в увлекательное приключение или развлечение, связав это все единой прогрессией и крепкими стежками из косметики, отражающей идентичность игроков. Так вот, на мой взгляд, вторым важным сигналом того, в какую сторону двигается Fortnite, стал релиз Fortnite Creative 2.0. Впервые Fortnite Creative появился в 2018 году. Это была песочница, где игроки могли творить свои уникальные режимы. Epic Games пащриали творчество, награждая авторов опытом и косметикой. А некоторые режимы, создаваемые игроками, становились настоящими хитами. В общем, эта функция стала популярной. После релиза же Fortnite Creative 2.0, известной как Unreal Editor, Epic'е дали своему сообществу приложение, которое включает в себя улучшенные инструменты, работающие на Unreal Engine 5. Новейшем и мощнейшем игровом движке компании, а то и индустрии. Теперь игроки получили еще больше возможностей для создания собственных игровых режимов. Чтобы продемонстрировать возможности нового творческого режима, Epic Games выпустили ряд демо-версий, которые показали игрокам, что их фантазию не может остановить ничто. А если их идеи будут горячо приняты остальным сообществом, то и награда не заставит себя ждать. К примеру, на хайпе вновь шоу игры в кальмара. Что ж, пользовательский режим, воссоздающий атмосферу и локацию шоу, появляется в рекомендациях на главной странице, и автор получает за это бонусы. Epic Games выплачивает деньги создателям напрямую в зависимости от популярности и удержания режима. С этих пор Fortnite не просто игра, а платформа для других проектов. Ранее Roblox показали, что комьюнити может творить удивительные вещи, теперь Fortnite следует их примеру, представляя средства для создания чего-то нового и уникального. И Fortnite Creative 2.0 не только изменяет саму игру, но и оказывает существенное воздействие на всю игровую индустрию. Во-первых, она даёт мощный стимул к творчеству. Возможность создавать свои игровые режимы открывает новые горизонты для креатива, привлекая молодых разработчиков и обогащая игровую индустрию новыми идеями. Этим же успех Fortnite Creative может послужить примером для других студий, вдохновляя их и подталкивая к внедрению схожих инноваций в свои проекты. А вдобавок к этому, это также эволюция той самой кроссплатформенности. Расширение Fortnite из игры в платформу стимулирует развитие кроссплатформенной совместимости, повышая бесшовность игрового опыта на различных устройствах для миллионов игроков. И вот в декабре 2023 года мы увидели следующее из важнейших обновлений Fortnite, которое вытекает из опыта, что я назвал. Студия представила не просто новую главу для своей королевской битвы, хотя безусловно даже отдельно она уже мощный продукт, но и добавила в игру сразу несколько отдельных режимов, которые вообще-то правильнее было бы назвать играми в игре. Не мини-играми, а именно играми. Такими, знаете, какими они бы могли выйти отдельно за фулл прайс от других студий. Музыкальный режим, фестиваль, который опирается на геймплеи Guitar Hero и Rock Band, симуляторов музыкальных групп. Игроки могут выбрать несколько треков из обновляемого плейлиста популярных песен и сыграть их на сцене на разных инструментах. Вы обожаете Человека-паука и слушаете Nine Inch Nails? Что ж, берите бас-гитару и попробуйте не налажать, сыграв на сцене The Hand That Fits. Гоночный симулятор Rocket Racing, впитавший всё лучшее от ДНК игр Rocket League, трекмания и казуальных картин гонок. Разумеется, со всеми обязательными атрибутами жанра. Косметическим тюнингом, ускорениями, дрифтом, редактором карт и соревновательными модификаторами. Ну и, конечно, один из самых крутых режимов. Лего Фортнайт, о котором я уже рассказывал на канале в отдельном видео. Выживание в открытом мире с механиками Майнкрафт и Анимал Кроссинг. И всё это в эстетике Лего, знакомой всем с детства. Под которую подстроятся даже ваши любимые скины персонажей, которые были доступны в обычной королевской битве. Режим Лего Фортнайт настолько взорвал игроков, что до сих пор собирают в некоторые дни более миллиона игроков онлайна за раз. Ещё раз, это вообще не то, чем Форточка заработала популярность. Это совершенно другая игра, практически в другой эстетике. Режим позволяет играть в компании друзей независимо друг от друга. Создав мир и пригласив в него своих приятелей, никому из вас не нужно будет ждать, пока другой зайдёт в игру и активирует мир. Вы можете подключаться независимо от других. Создавать новые постройки, развивать свои поселения, исследовать, собирать, создавать механизмы. И всё это останется в игре на постоянку. Да-да, это не сезонные режимы, которые просто ограниченное время в игре. Это теперь и есть Фортнайт. Место, в котором есть место и соревновательному шутеру в режиме королевской битве, и фанатам музыки, и творцам собственных миров, и любителям погонять. А по слухам и утечкам в скором времени появится ещё парочка спортивных симуляторов баскетбола и футбола. Ну и если вы мне скажете, что это не мета-игра, то что это? По большому счёту, всё, что делали эпики со своей игрой за последние 4 года, так, вело именно сюда. И вот сюда, на вершину онлайна, за всю историю существования проекта, это их привело. Дональд Мустард, чуть ли не главный человек, которому Фортнайт обязана столь успешными запусками коллаборации с теми же Марвел и покинувший студию Epic Games в сентябре, поделился в Твиттере скриншотом черновика, который, по его словам, был первым упоминанием концепции «Фортнайт» — это хаб, а не игра. На реализацию плана понадобилось 6 лет. Это была такая огромная, дерзкая идея. Мы знали, что на это уйдут годы и столько работы по многим направлениям. Мы, не могу поверить, насколько мы были близки к этому прогнозу, предполагали, что это займёт около 6 лет. План менялся и развивался миллион раз. Но сегодня вы играете в настоящее воплощение мечты о Фортнайт. Что будет дальше, впервые я не знаю, но я знаю Epic. И эти удивительные люди там будут продолжать делать её лучше, инновационнее и восхитительнее, чем когда-либо прежде. Что уж там, это удивительное видение продукта. Уникальное построение стратегии можно было разглядеть даже в далёком 2011 и 2012 годах, когда только-только представленная игра планировалась вообще другой, как ПВЕ-шный выживач. И когда она скоро после запуска очень быстро стала теряться из поля интересов игроков, проект был на ходу перестроен в батл рояль на волне популярности PUBG и в итоге превзошёл короля. Кстати, забавно, что тогда эпики говорили об игре как о мире выживача, который вы исследуете, добываете ресурсы, строите укрепления. Что ж, иронично. Я это к тому, что нынешний успех игры это результат того, как тонко Epic Games чувствует свой продукт, свою аудиторию и общий, так скажем, климат и направление в индустрии и перестраивают путь развития своего флагманского проекта на ходу, добиваясь самых высоких результатов и попутно меняя индустрию. Опять-таки, кто ещё умеет так же? Этот подход работает. Fortnite, особенно после запуска LEGO Fortnite, который борется за игроков Майнкрафт, бьёт все рекорды по одновременному онлайну игроков. Сейчас Fortnite играет больше людей, чем в игры из топа Steam вместе взятых. Она снова стала одной из крупнейших игр на рынке, и сомнений в том, что они продержатся в седле долго, у меня нет. После нескольких лет относительной тишины, о которой всё-таки другим играм приходится только мечтать, эпики вышли и показали, как надо делать. Как надо развлекать игроков. Спасибо за просмотр. Для меня важен каждый, кто досмотрел ролик до конца, так что поставьте лайк, напишите комментарий для поддержки нового контента на канале. До связи и новых побед!